Мы приехали сюда, чтобы познакомить вас с растительным и животным миром данного региона. Мы вам расскажем и покажем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Уважаемые телезрители, я Владимир Габаев, ведущий программ путешествий по родному краю. Мы оказались сегодня в Снаурском районе у одного из, назовем его, болотом. Оно действительно сейчас уже становится болотом. Когда-то много-много лет назад, так много, что, наверное, прошло более 50 лет, я здесь бывал. И оно выглядело совсем по-другому. Сейчас вот я смотрю тут, даже не узнаю это тогдашнее озерко, которое заросло полностью тростником. Тростник мы видели во многих местах с вами и в ранних наших передачах. Но вот такого тростника, такой высоты, мы никогда не встречали. Мы видим его в первый раз. Вы увидите его на кадрах, выше 5 метров тростник. Ну вот посмотрите, вот мы срезали молодой тростник, веточку, точнее тростника молодого. Он у нас в таком изобилии и в таких размерах больше в других местах не встречается. Ну вот и тростник, это злак. Вот посмотрите, как он выглядит. Злак, он относится, так уже относятся, пшеница, кукуруза, бамбук. Внутри он полый. Вот посмотрите, полая, пустой. И очень часто, ну это в сухих тростниках, вот здесь в полостях, бывают разные паразиты, череви. Ну тут их нету. Это еще молодой тростник. У нас его не используют. Но во многих странах тростник используется. Из него плетут циновки, из него покрывают крыши домов. Связывают его и покрывают крыши домов. В общем, массу полезных веществ можно получить из этого тростника. Ну, есть данные, что молодые сходы тростника, совсем молоденькие, когда они сходят, можно употреблять и в пищу. Но мы не пробовали, я не могу вам сказать, как это все выглядит. Когда-то это вот озеро, оно кишело различной живностью. Было очень много тритонов, было много лягушек, много квакш, много черепах и массы других водных обитателей. Но сегодня мы вот не можем, к сожалению, пробраться. Очень густо поросло, прямо непробиваемая стена. Вы видели, как наш водитель пытается пробиться в чистой воде. И, кажется, ему это удалось. Но подходить туда очень трудно. Нужны большие болотные сапоги, очень глубоко тут. Ну, говорят, что жители из Наура, говорят, что сюда запустили рыбу в последние годы. Ну, возможно, но подойти, повторяю, сюда невозможно. И это вот озеро, оно требует, наверное, изучения, потому что тут раздаются крики и пения различных птиц, которые мы не встречаем в других частях Южной Осетии. Действительно, надо заняться этим, может быть, даже создать какую-то группу научных на базе университета или еще где-то и обследовать его как следует. Я думаю, что тут можно найти виды, которые ранее не встречались в Южной Осетии. Вот как тут видели ребята, каких-то водных птиц, которые очень быстро убегают и недосягаемы для того, чтобы можно было к ним подойти. Ну, из всего, что нам удалось тут получить, это вот болотная черепаха. Болотную черепаху мы вам уже показывали. Вот это небольшой черепашонок был пойман здесь, вот в этом водоеме. Вот посмотрите на него, какие у него коготочки. Такие мощные. Я вам напомню, что в отличие от сухопутной черепахи, это не травоядное животное, не травоядное присмыкающееся, она питается животной пищей. Ну, всяких разных личинок, всяких комаров и так далее, других насекомых всегда бывает полно. Поэтому пищи в этом озере хватает. Поймать их тоже очень тяжело. Не просто так по болоту гоняться за черепахами и ловить их. Удалось вот поймать. Мы вам ее показываем. Вот ее хвостик. Этой черепашки. Можно содержать такую черепаху и дома в аквариуме. Она не очень прихотлива. Но дело в том, что в зоомагазинах есть более красивые виды черепах. В частности, красноухо-американская черепаха, которые гораздо красивее и более приспособлены к жизни в аквариуме. Мы ее отпустим. Конечно, она нам нужна была только для съемок. И хочу вам показать еще одно присмыкающееся. Тоже его нам презентовал наш старый знакомый. Обратите внимание, я хочу, чтобы вы обратили внимание особо вот на эти синие точки. Вот она крутится, выворачивается. Пытается меня укусить. Вот эти вот синие точки свойственны самцам этого вида. Это веретеница ломкая. Это не змея. Это безногая ящерица. По-стински она называется хоргалм. Очень часто бедная. Страдает из-за того, что люди ее принимают за змею и уничтожают, убивают ее. Ну, обратите внимание, у нее голова почти от туловища не отделена, как у ядовитой змеи, у которой голова резко выражена. Потому что там находятся ядовитые железы. Вот хвост у нее обрубленный, как у гадюки. Но, повторяю, это ящерица. Я не хочу сейчас ее калечить. Дело в том, что если я прижму ей хвост, вы знаете, что делает ящерица. То же самое сделает и вот эта безногая ящерица. Она просто отбросит этот хвост так же, как делают все ящерицы. Поэтому я не буду ей делать больно, чтобы хвост она не отбросила. А вот выглядит она вот таким вот образом. Ну, она пытается укусить. Может, конечно, укусить. Это будет немножко больно, но яда, как у всех ящериц, у нее нет. У нее очень хорошо выражен... Не знаю, на камере получится, не получится. Змеи, я вам как-то рассказывал, не могут закрывать свои глаза. У них верхняя и нижняя века срослись. И поэтому они не могут мигать. А ящерицы, это тоже ящерица, повторяю, безногая, она может закрыть свои глаза. Вот так вот выглядит этот красавец-мужчина. Нам его подарили, повторяю. Но вот этот вот биотоп, то есть место обитания, примерно в природе у нее такое. Поэтому мы его не будем больше мучить. Мы его отпустим здесь, пусть живет и плодится дальше. Найдет себе подружку. И будет, так сказать, здесь новое поколение безногих ящериц. Хоргалм и Ронаум. Посмотрите на эти синие небесного цвета пятна, которые очень характерны именно для самцов. У самок таких пятен нет. Этим они отличаются друг от друга. Питается она различными вредными насекомыми, поедает слизни. А за ними, за самими, охотятся медянки. Медянку мы вам тоже показываем змею. И очень любит поедать их. Еще и вот этот, вново объявившийся у нас в республике Краснобрюхий полос. Краснобрюхий полос тоже охотится за ними и охотно их поедает. Посмотрите, у них нет ядовитых зубов во рту. Видите, да? И язык у нее выглядит тоже совсем по-другому. Не такой язык, как у змеи. Музыка 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 Поймали пиявочку небольшую. Это медицинская пиявка. Раньше у нас было много пиявок. За мной это было много пиявок. Музыка 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 В частности, и здесь, и на большом болоте, где мы были, очень много змей. Змей, их в основном два вида. Это уж обыкновенный и уж водяной. Но, к сожалению, мы не можем добраться туда до конца. Очень топкое болото, проваливается человек глубоко, поэтому мы до конца пройти не можем. Ну, вот отсюда можете полюбоваться на вот эти вот водоемы, где мы находимся. На старом клюне выросли грибы. Это один из видов трутовиков. Грибы эти съедобные. Но, к сожалению, мы опять опоздали. Опоздали, уже они стали твердыми. А в молодом возрасте, когда они еще мягенькие, их употребляют в пищу. Грибы, кстати, вкусные и полезные. Музыка. 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 вот попала снова черепашка вот в этом небольшом таком болотце эта черепаха особь женского пола если вы помните у самцову тут вот ямочка такая раз ямочки нет тут значит это самочка ну я вам уже много раз говорил что болотных черепах по южной осетии везде много вы не удивляйтесь если вам встретиться где-то болотная черепаха вот почти не удается нам встретить сухопутную черепаху а болотных черепах мы встречаем часто и буквально и в Скинвальском районе они есть и в Знавровском районе и в Ленингорском районе во многих местах мы встречаем но эта черепаха не такая стеснительная Как все остальные, вы видите, что она высовывает свою головку и позирует перед камерой Попадается очень много в лесу такими островками деревья пшата или как он по-русски называется деревья лоха Лох, мы вам его показывали, это мелкоплодный дикий лох, он очень красив в озеленении И было бы, конечно, неплохо, если бы городское озеленение тоже занялось бы и посадило бы его вдоль улиц Было бы очень красиво И тут же вот под ногами у меня появляется очень шикарный, очень прекрасный гриб Посмотрите на него, это полевой шампиньон Шампиньон можно спутать с другими грибами Среди которых попадают следовитые Но у шампиньонов всегда вот такая розовая шляпка, розового цвета Вот по этой розовой шляпке можно узнать, отличить шампиньон от других несъедобных грибов Это один из наших красивейших жуков вообще нашей страны и в частности нашей республики Это жужелица кавказская Очень красивый жук, очень полезный Он уничтожает массу улиток и массу других вредных насекомых, которые приносят вред сельскому хозяйству Необыкновенно красивый жучок Обратите внимание, как у него переливаются цвета Все вместе мы подъехали к берегу реки Но, в общем, особо ничего не обнаружили Так походили, посмотрели кругом И, так как мы ничего не нашли В общем, приходится заканчивать работу Мы с вами прощаемся Говорим вам до свидания Спасибо вам за внимание Спасибо и спонсору нашей передачи Юго-Остинскому комбинату хлебобулочных изделий О деревьях Слава Рыбу Вадиму Шептевичу До следующей встречи И будьте здоровы Редактор субтитров А.Семкин